Это программа «Все на матч». Юлия Маслаченко и Евгений Савин. И мы продолжаем. В конце месяца стартует новый биатлонный сезон. Да, и уже 27 ноября в Эстерсунде состоится первая гонка. Это смешные стафеты. И уже сейчас подготовка команд на финишной прямой. Основная часть женской сборной России сейчас в Тюмени, на базе «Жемчужина Сибири», где работает уже в полном боевом режиме. На охлаждаемой трассе Тюменского центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» вновь трудятся сильнейшие биатлонистки страны. Вместе с корейцами, соловаками и белорусами наши сборницы активно готовятся к сезону, до начала которого осталось меньше трех недель. Погода россиянок явно особо не радует. В Австрии было плюс 15, но хотя на Глечере опускалось до минус 8, но Тюмень, как обычно, Россия показывает свой характер, морозы. Но мы адаптируемся, очень быстро стараемся. Сибирские минус 10 девушкам по вкусу пока не пришлись. Ольга Подчуфарова на тренировке с непривычки надевает легкие перчатки, что, разумеется, сказывается в ходе работы и на лыжне, и на рубеже. Мы буквально первые тренировки проводим на снегу сейчас с оружием, да, и какие-то, может быть, нюансы, то есть в плане, там, не знаю, более плотного количества одежды, там, переносятся на оружие. Ну, в общем, это все-таки мелочи, нюансы, к которым, ну, сейчас пока, да, привыкаешь. Как говорил Шерлок Холмс, незначительные детали обычно важнее всего. Им биатлонистки Виталия Норицына и Валерия Медведцева в Тюмени будут уделять внимание до 15 ноября. За это время спортсменкам предстоит усовершенствовать навыки в скоростной работе и вспомнить, как закрывать мишени с лыж, ведь до начала сезона осталось менее трех недель. Поэтому олимпийская чемпионка Светлана Слепцова стала еще скрупулезнее относиться к своей винтовке. В жемчужде Сибири 16 российских биатлонисток готовятся к сезону почти неделю. До рабочих будней под Тюменью обе группы работали в Рамзау. На высоте в Австрии атлеты проводили только по одной лыжной тренировке в день. Здесь уже две полноценные тренировки, достаточно хорошо готовые трассы. Я бы сказал, даже не достаточно хорошо, а замечательно. То есть большой круг, 4,5 километра почти получился. То есть все условия созданы. Все до конца, а не до конца, это получается 4,5, а таких 9 кругов получается. Что посеешь, что пожнешь. Тюменская жемчужина для женской национальной сборной – последняя посевная. После которой спортсменки отправятся в норвежский бейташтоле, где проведут контрольные тренировки. Затем переберутся в шведский эстерсунд на первый этап мирового кубка. За 4 месяца что-то поправить очень тяжело, поэтому я думаю, что это не один год работы, хотя бы надо два года работы, чтобы вернуться к тем позициям, которые были у женщин раньше. Но мы идем потихонечку. Курочка по зернышку клюет, поэтому будем потихонечку подниматься вверх. Поэтому в планах Валерия Медведцева удовлетворительное выступление на чемпионате мира, который состоится в начале февраля в австрийском Хохфельцине, а также на предолимпийской неделе в корейском Пхенчхане. На сегодняшний день вы сами понимаете, что женская команда остается уже который год подряд практически без медалей. Я думаю, что взрывание медалей, хотя бы одной медали – это будет уже неплохое выступление. Самая большая, наверное, задача не касательно каких-то результатов, да, провести стабильный сезон без срывов, без западений, которые у меня, к сожалению, преследовали последние годы. Цель найти, задача, да, была в подготовке и найти тот путь, к которому можно пойти, чтобы стабильно держать состояние организма в сезоне. Методика Медведцева, по которой он тренирует свою группу, взята с тех лет, когда женская команда России была лучшей во всем мире. Подходит ли она спортсменкам сейчас? Узнаем по ходу сезона. Антон Сакерин, Федор Гвазунов, Андрей Подшивалов. Тюмень. Все на матч.